Здравствуйте дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Человек и Здоровье! В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о ранних признаках проблем с печенью, которые помогут предотвратить опасные последствия. Так что смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал, если не подписаны и ставьте палец вверх. Приятного просмотра! Печень – это самый большой орган нашего организма, который выполняет важные функции. Это обезвреживание инородных веществ, удаление избытка гормонов, хранение энергетических резервов и витаминов, а также участие в кроветворении и многое другое. Поэтому проблемы, возникающие при заболевании печени, касаются в целом всего нашего организма. Особенность болезни в печени в том, что в органе отсутствуют болевые рецепторы. Ранние недуги проходят без выраженного болевого синдрома. Мы ощущаем боль только тогда, когда печень значительно увеличилась в размере. Поэтому нужно обращать внимание на проявление любых тревожных симптомов. Здоровая печень является основой здоровой жизни. Поэтому крайне важно своевременно выявлять симптомы заболеваний и проблемы с печенью. И незамедлительно начинать лечение. Признаки проблем с печенью. Большинство патологий печени проходит без признаков болезни и обнаружить проблему можно только по результатам лабораторных анализов. Если есть явные проблемы с этим органом или другие факторы, провоцирующие его развитие, рекомендуется периодически обследоваться. При развитии болезни печени важно рано обнаруживать симптомы. Нельзя игнорировать даже малейшие отклонения. Для этого важно знать, какие признаки могут указывать на проблемы с печенью. Кожаный зуд и шелушение. Клетки печени активно вырабатывают желчь, которая принимает непосредственное участие в процессах, протекающих в пищеварительной системе. После обработки печени желчь по специальным каналам направляется желчный пузырь. В случае возникновения малейших нарушений функциональности печени, желчь начинает скапливаться и вовсе перестает поступать, что в свою очередь приводит к ее застою. В последствии эти факторы провоцируют зуд и шелушение кожи. Иногда наблюдаются болезненные ощущения. Проблема такого рода – это перегруженность печени или скопление большого количества желчных кислот в тканях органа. Зуд при проблеме с печенью может проявляться на подошвах ног, на ладонях и других частях тела. При наличии такого симптома можно отметить, что он усиливается ближе к ночи и при согревании тела, например, после приема горячего душа. Изменения кожи. Из других типичных кожаных проявлений можно отметить точечные и геморрагические высыпания, множественные синяки, холестериновые отложения в виде желтых бляшек на кистях, локтях, стопах, веках. При длительно текущих заболеваниях печени наблюдаются характерные изменения ладони, пальмарная эритмия. Может появляться симметричное покраснение кожи в области большого пальца и мизинца руки. При надавливании кожа бледнеет, затем возвращается к прежнему цвету. Трещины на пятках. Печень должна постоянно вырабатывать желчь, которая помогает организму насыщаться этими жирными кислотами, а также витаминами Е, С, А и В3. Эти витамины необходимы для поддержания кожного покрова в тонусе. В случае, если печень работает плохо и неправильно, желчь вырабатывается в недостаточном количестве. В таком случае организм не получает необходимые вещества и по этой причине кожа становится сухой. Если своевременно не устранить проблему, это может привести к осложнениям. Поэтому необходимо как минимум скорректировать рацион питания и соблюдать питьевой режим. Больше употребляйте зелени, фрукты, ягоды и цельнозерновые каши. Отеки. Проблемы с печенью могут привести к проблемам с почками и кровеносными сосудами. Нарушение в работе у системы приводит к застоям воды и скапливанию солей в подкожной ткани. Это можно понять появлениями точечных отеков в основном на ногах. Выпадение волос. Зачастую при болезнях печени наблюдается ускоренное выпадение волос. Печень перерабатывает практически все питательные вещества, поступающие в организм. Если функции печени страдают, то страдать и снабжение организма, витамины для растущих тканей. Поэтому раны заживляются медленнее, могут быстрее выпадать волосы. Повышенное потоотделение. Если концентрация вредных соединений в клетках печени высокая, орган начинает работать в усиленном режиме. Из-за этого появляются симптомы чрезмерной потливости. Повышается температура тела. Постоянное чувство усталости. Если в тканях печени скопилось большое количество вредных веществ, наш организм направляет все силы на ее очищение, из-за чего возникает сильная усталость. Утомляемость не проходит даже после крепкого сна и хорошего отдыха. Токсины и шлаки при скапливании в нашем организме провоцируют замедление работы ЖКТ и пищеварительных процессов. Чтобы клетки снабжались энергией, в организм должны быстро поступать питательные вещества из продуктов питания. При замедлении пищеварительных процессов мы начинаем часто утомляться, не высыпаться и пропадает желание что-либо делать. При развитии проблем печень плохо справляется с очищением крови. Из-за этого все органы подвергаются кислородному голоданию. Это, в свою очередь, существенно снижает работоспособность. Нередко возникают проблемы со сном. При высокой концентрации вредных веществ в организме усиливается выработка гормона кортизола, который контролирует сон и оказывает влияние на процесс засыпания. Постоянные проблемы со сном могут навредить нашему организму. Следует насторожиться, если наблюдается повышенная сонливость, трудности с концентрацией, чувство апатии, подавление настроения – это первые признаки проблемы с печенью. Лихорадка. Высокая температура обычно является причиной активного процесса воспаления печени в желчном пузыре или протоках. Зачастую у людей с постоянной болью в области печени наблюдается незначительный подъем температуры от 37 до 38 градусов. Эти процессы проявляются с наступлением вечера. Фибрильная лихорадка и сопровождаются такие заболевания, как острый холецистит, лангит, гепатит, активный цирроз, абцесс печени. Субфибрильная температура отмечается при хронических заболеваниях. Неприятный запах изо рта. Неприятный запах появляется, когда печень начинает работать на износ, прикладывается все усилия до очищения и выведения вредных соединений из организма. Желтуха. Паренхематозная желтуха обусловлена повреждением печеночных клеток. Она развивается постепенно на протяжении длительного времени. Так что мы сами не знаем ее появление. Желтеет в первую очередь склеры. Мягкое небо, нижняя сторона языка. Позже ладони и подошвы стоп. Потом желтеет вся кожа. Цвет кожаных покровов при печеночной желтухе шафранно-желтой или оранжевой. Механическая желтуха является следствием закупорка общего желчного протока к камням или опухолью. Возникает она внезапно, наступает очень быстро, цвет кожи от зеленовато-желтого до темно-оливкового. Подпеченная желтуха сопровождается сильнейшим кожаным зудом. Увеличение живота. Практически все диффузные заболевания печени сопровождаются увеличением ее размеров. При портальной гипертензии одновременно с печенью увеличивается и селезенка. У истощенных людей отмечается выраженная асимметрия живота с заметным выбуханием увеличенной печени. Причиной метеоризма становится затруднение пищеварения. При портальной гипертензии происходит скопление жидкости в брюшной полости. Ее объем может достигать нескольких литров. Живот при асците выглядит отвислым. Пупок при этом выступает. Сосудистые звездочки. Появление сосудистых паутин на теле – это один из первых сигналов о проблемах с печенью. Данный признак говорит о том, что в клетках органов в больших количествах скапливаются эстрогены. Если этого компонента в нашем организме много, он оказывает негативное воздействие на сосудистую систему. Некоторые сосуды кожи могут увеличиться в размерах до 2-5 мм. В результате они становятся более выраженными и заметными. Сосудистые звездочки могут наблюдаться и на ногах, кистях рук, на спине и на шее. Красные точки на теле. При серьезных проблемах с печенью на теле начинаются появляться красные или коричневые точки. Такая сыпь может доходить вплоть до ступеней. Точки появляются разных размеров, начиная от мелких, заканчивая небольшими бляшками. Они появляются из-за ухудшения состояния кровеносных сосудов и нарушения кровообращения. Именно в нижних частях ног в первую очередь появляются первичные признаки проблем с кровообращением. Диспепсия. При заболеваниях печени могут наблюдаться диспептические проявления в виде отрыжки, тошноты, рвоты, диареи, запора, ощущения тяжести после приема пищи. Сдутие живота. Из-за нарушения пищеварения и всасывания жиров происходит качественное изменение стула. Любые заболевания печени, как правило, сопровождаются изменением перистальтики и секреции кишечных желез. Друзья, надеюсь эти советы были вам полезны. Следите за своим здоровьем, берегите себя и будьте здоровы. Друзья, на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!